Смотрите, вчера был один из, не один из, а самый, реально самый крутой день с точки зрения, как сказать, авиаперевозок, самый busiest day in US airport history, больше всего людей, вчера полетало, как это, пассажиропоток составил 2 миллиона 884, 783 человека, ребят, не бывало такого раньше, сравните с тем, что перевозит вся Россия, там, аэрофлот со всеми компаниями перевозит в год. Вот, и вы увидите, что это просто смешно по сравнению с тем, что Америка перевозит за один день. Вот это вот реальная съемка из флайт-радара, ребят, посмотрите, вот почему столица мира это Нью-Йорк, потому что концентрация, ребят, вокруг Нью-Йорка максимально зашкаливающая, даже нет такой концентрации, но вот еще вокруг Л.А., видите, там такая же концентрация, и все, вот они 2 самые мощные точки. Он в Майами тоже пытается, но в Майами все-таки, как это сказать, там еще туризм заодно, а здесь все-таки бизнес-центры. 51 тысяча, 33, 332 флайт перелета было совершено из аэропортов США за вчерашний день, ребят, вот что, вот это вот основное мерило. Почему не верим в рост экономики Китая? Потому что если вы возьмете эти данные по Китаю, вы увидите, что они не растут. Возьмете эти данные по Европе, видите, что идет стагнация. По России, видите, что полный коллапс. В Америке, просто так, ребят, самолеты летать не будут. Самолеты летают, когда они набиты людьми, которые летят делать бизнес или тратить свои деньги. Поэтому вот очень-очень классный показатель. Вот с точки зрения, мы сейчас перейдем на нефтепотребление, потому что они потребляются jet fuel, авиакеросин, керосинное топливо, как это по-русски. Сейчас до него дойдем. Давайте сначала покажу вам.